Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Почему нельзя клясться? Потому что Господь запрещает клятвы и в Ветхом Завете, и в Новом, хотя иногда мы приносим обеты, и эти обеты — суть некоторая форма клятвенного зарока, который мы даем. Какими же клятвы запрещены? Клятвы, в которых мы ручаемся чем-то бесконечно нас превосходящим. Господь говорит, не клянитесь вовсе ни небом, ни землей, потому что ни то, ни другое не в вашей власти, и своей головой не клянитесь, потому что она во власти Божией. Уж тем более безумен, кто клянется Богом, как бы ставя его на кон. Что такое клятва? Это слова, которые в подтверждение своей правоты человек приводит, ручаясь чем-то для него дорогим. Ты мне не веришь, но вот я ставлю эту книгу для меня дорогую, что я правду говорю, или еще каким-то образом подтверждаю таким образом, давая в залог именуемый нами предмет клятвы в подтверждение нашей правоты. Господь запрещает, да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукава, тот, кто клянется, тому не верит. Кто вместо доброго имени и доверия у людей своей доброй жизнью только призывает в подтверждение своей правоты, как залог, что-то земное, а тем более небесное, тот вызывает, напротив, недоверие, а более всего проявляет свое неблагоговеенство к тем предметам, которые представляют в качестве залога своей правоты. Поэтому клясться небом или чем-либо земным есть проявление собственного, безблагоговейного, безответственного, можно сказать, отношения к тому, что он поминает в клятве. Потому Господь и в Ветхом Завете, и в Новом запрещает эти приукрашения собственной речи, поскольку служат они на самом деле не к убеждению того, с кем ведется речь, а к дискредитации, к унижению человека, и ставят под сомнение святость и высоту тех предметов, которыми он клянется. Субтитры создавал DimaTorzok